Здравствуйте, друзья! Вы на канале MadAbout Hi-Tech, и с вами, как обычно, Макс. Насколько вам известно, я большой любитель наушников, ну, по крайней мере, обзоров на моем канале довольно много. И я добрался как раз до того, что я довольно давно хотел проверить и подтестить. Это наушники от Shox, это наушники, основанные на костной проводимости. Так что, если вам интересно, заваривайте чаёк или берите что-то коному, и погнали! Начнём с распаковки. Итак, наушнички у нас вот в такой вот белой коробочке, всё аккуратно, всё красиво. Написано Open Move, наушники эти, теперь Shox, в формуле Aftershocks, то есть, вы, может, их перекупили, не знаю. В принципе, данные наушники должны быть удобны в первую очередь спортсменам и прочим представителям довольно активной деятельности. Не знаю, те, кто любит ходить, и, конечно, тем, кому важно слышать, что происходит вокруг них. Стоят они, стоят наушники в районе 79 долларов. Это самая дешёвая версия, это Shox Open Move. И время прослушивания у них около 6 часов. Давайте-ка откроем саму коробочку и посмотрим, чего у нас тут есть. Вот такой вот язычок здесь, который нам позволяет это всё открыть. И всё, вот так вот это всё красиво открывается. И что у нас есть внутри? Внутри у нас сама коробочка, ну, сами наушники. Также внутри ещё есть у нас какие-то аксессуары. Ёшки-матрёшки, посмотрите, какой они нам положили. Из кожи молодого дермантина аксессуар для того, чтобы их с собой носить. Ладно, окей. Кроме этого, у нас тут набор для аппликаций. Это понравится, конечно же, детям. Если дети любят делать аппликации, то взрослые, по их мнению, видимо, тоже. И вы можете сделать аппликацию на своих наушниках. Серьёзный подход. Кроме этого, у нас тут есть кабель. Кабель, кабель, кабель. Давайте я его немножко вот так порежу. Извините за грубость. Вот. Ну, обычный шнурочек. Не длинный, не короткий такой вот. Где-то сантиметров на 30. И, собственно, нам нужно смотреть... Ага, и вот тут на наушниках сбоку есть вот такая вот боковушка интересная. Сами наушнички довольно интересные. Вот так вот они магнитятся друг к другу. Ну, там я предполагаю, что должны быть какие-то довольно мощные магниты для этого. Вот. И сам дизайн, ну, вот так вот чисто на ощупь, они довольно интересные. В руке неплохо сидят. Вот здесь у нас гнездо зарядки и органы управления. То есть у нас минус плюс и, видимо, кнопка включения. И тут нам предлагают даже вот это вот как-то снять всё и наслаждаться. Ладно. Посмотрим, что у нас там с инструкцией, как мы любим. Инструкция, надо сказать, более богатая даже, чем Galaxy Watch, которую я не давеча обозревал. И тут всё нам рассказывается про то, как у нас пэринг. Ага. И слева у нас, значит, вот тут вот тоже кнопочка наблюдается. Хорошо. Как нам его запарить? И тут у нас на большом количестве языков даже есть русский, голландский, итальянский, португальский, польский, немецкий, испанский, французский. Корейский и китайский, я подозреваю. Да, корейский, китайский и японский. Молодцы. Молодцы. За это хотелось бы похвалить. И тут уже какой-то более подробный мануал, тоже на всех языках. И что они тут нам конкретно говорят? Хранение обслуживания, потеря слуха, предупреждение. Окей, всё. С этим нам всё понятно. Инструкция. Ещё одна инструкция. Набор для аппликаций. И, собственно, сами наушники вместе с кабельком. Хорошо. Наушники давайте оденем на меня. Я себе напоминаю какого-то персонажа из Вавилон 5. Такого. Хотя, кстати, они немножко давят вот здесь вот как-то. Немножко давят, но надо, в общем, походить и понять вообще, надо оно мне или нет. Потому что как-то довольно странное ощущение. Ну да ладно. И что же мы сделаем дальше? А дальше мы их подключим и послушаем, как они звучат. Так, давайте. Для того, чтобы включить, я подозреваю, что нам надо будет нажать на эту кнопку. И, соответственно, я в телефоне найду... Да, они так забибрировали. Вот у нас есть красно-синий диодик. Вот такой вот снизу. Он нам сигнализирует о том, что наушники в режиме пэринга. Давайте посмотрим, как же они у нас найдутся. О! Open Move by Shox. Open Move by Shox. Да, пэр. Согласны мы на это. Батарейки 60% прямо из коробочки. Батарейка 60%. Ну, давайте послушаем эту чудную костную проводимость. Как же-то она действует. Ну, сразу могу сказать, что это наушники не для меломанов никак. Потому что ни высоких частот, ни низких частот. Вот вам должно быть слышно. То есть, выходов нет. Но это просто вибрация в самих наушниках. Ну, давайте послушаем какой-нибудь панк. Панк, 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 панк. Ну, давайте пусть будет. Пусть будет. Знаете, давайте не панк. Давайте металлику послушаем. Enter Sandman. Тут как раз высокие частоты. И басы должны быть. Я выкручиваю их практически на максимум. Странное ощущение. Хочется их в уши засунуть. Вот если на уши их одеть, то прям слышно. А если как рекомендовано. Так, в общем, даже вот на таком расстоянии я слышу эту костную проводимость. Но это, правда, на максимум. В общем, я должен сказать, что спать с этим будет довольно проблематично. Если кто-то спит рядом с вами в этих наушниках, это будет не очень приятно. Что касается именно звука. Звук, я должен признаться, что, ну, никакой. Никакой. То есть, нету там звука. Просто какие-то средние частоты откуда-то вещают вам немножко в голову. То есть, по-хорошему, там просто динамики, которые спрятаны внутри вот этого корпуса. И они небольшими вибрационными моментами, грубо говоря, передают вам звук рядом с ушами. И поэтому вы его слышите. То есть, костная проводимость теоретически, как я себе это представлял. Вы взяли коленку, одели на коленку наушники и все. И услышали через кость. Там же тоже кость. Вот. Но, что-то это так не работает. И я думаю, сказать, я несколько разочарован. В принципе, эти наушники покупались не для меня, а больше для моей жены. И я что-то не уверен, что это понравится. Откровенно говоря. Но, кроме этого, нам надо еще протестировать с вами другие вещи. Например, такие, как микрофон. Сейчас протестируем микрофоны. В общем, мы сделаем тест микрофонов. И я вам дам это послушать. В разных ситуациях. Тест микрофона наушников Shox Open Move. Просто в комнате. В комнате теха, собственно, там, где я записываюсь. Съезжу еще этих мягких французских булок. Да выпей чаю. Тест микрофонов наушников Open Move от Shox. В машине работает на полную печку. Съезжу еще этих мягких французских булок. Да выпей чаю. Тест микрофонов наушников Open Move от Shox. В машине. Машина заведена. Но печка выключена. Съезжу еще этих мягких французских булок. Да выпей чаю. Ну, скажем так. Я считаю, что микрофоны тут довольно приемлемые. То есть, микрофон для голосового общения с кем-либо. То есть, в принципе, как hands-free. На ходу даже, в принципе, это вполне можно использовать. Не самые плохие микрофончики. Я бы сказал 4 из 5. Если мы говорим о бальной системе. И перейдем мы, пожалуй, к заключению. Наушники, в принципе, интересные. Но я не уверен, насколько они подойдут всем подряд. Потому что они удобны для спорта. Они удобны для какой-то работы. Если вам надо одновременно слышать людей вокруг. И слышать то, что у вас происходит в наушниках. Также они, в принципе, неплохи, как гарнитура. Несколько расстраивает. Время автономной работы 6 часов. Как средства для прослушивания музыки. Они очень слабо подходят. Потому что реально качество звука у них паршивые. Я даже не буду говорить ни про атаку. Ни про ширину сцены. Ни про высокие и низкие частоты. Просто не о чем говорить. Это строго какие-то средние частоты. При том, что если вы делаете их громко. Они начинают как-то сильно вибрировать у вас на ушах. Немножко долбить. И ничего хорошего это, в принципе, не дает. Это не меломанская или аудиофильская аппаратура, явно. Но она больше подойдет спортсменам. И людям, которые в повседневной жизни должны реагировать на внешние раздражители. Звуковые. Такой вот получился обзор. Стоят они 80 долларов на Амазоне. Стоят ли они того или нет, решать вам. А я уже за всем прощаюсь. Спасибо, что смотрели эти видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И берегите себя. Пока. Пока.